Что плохое суннитское государство, националистическое, любое, с любыми какими-то там отклонениями, но суннитское, оно для мусульманина лучше, чем хорошее шиитское. Понимаете? Те люди, которые называют братьями какие-то заблудшие течения в исламе, у вас проблемы с убеждением. Просто подумайте об этом. Как вы можете называть братьями тех, чьи убеждения вы в корне считаете заблуждением? Очень странно. Вы никогда не найдете высказываний ученых, которые говорили бы наши братья шииты или наши братья мурджиты, моктазалиты. Но не говорят. Таких высказываний нет. Что касается обобщенных каких-то текстов, обратите внимание на то, что даже Аллах, говоря в Уране про братство, Он говорит воистину верующий, уверовавший. Там не просто мусульмане. Там говорится о мукминах. Мукмин. Это немножко другое положение. Это не просто муслим, тем более не заблудший. Просто немножко поразмышляйте над этими текстами, над тем, как на такие вопросы отвечали, как их освещали ученые, и вы поймете, изучайте свои линии. Восточный. Я бы еще хотел, чтобы ты объяснил азербайджанским суннитам, почему важно не болеть так сильно за Азербайджан в этих вопросах. Уверен, после твоего ответа они проведут параллель, мол, мы тоже болеем за свое. Правильно, они, возможно, проведут такую параллель, и здесь проблема в том, что для тебя свое. Наши азербайджанские братья из числа Агалюсунна должны понять, что для них свое. Без вот этого понимания, пока они себя не определяют на какой-то стороне, кто они, они азербайджанцы, и они объединяются на принципах национальности, или они мусульмане-сунниты. Вот этот вот важный вопрос. После того, как они определяются с этим, они поймут, кто, кем они являются, и на чьей стороне они должны выступать, что является их интересами, а что служит против интересов. Поэтому сунниты Азербайджана, они должны думать вот об этом. Если вы все-таки сами себя определяете как сунниты, то вы либо должны быть с Турцией, либо вы должны быть со своими кавказскими братьями, но ни в коем случае не должны быть на стороне шиитских государств. И я еще раз напоминаю, что плохое суннитское государство, националистическое, любое, с любыми какими-то там отклонениями, но суннитское, оно для мусульманина лучше, чем хорошее шиитское. Понимаете, вот Иран, который такой шиитский, он такой вот весь прям на шиизме, этот Иран хуже для мусульманина, чем плохая, например, Турция. Возьмем Турцию. С точки зрения религиозной, Турция это ведь как бы плохое государство, но там не правит оно по законам Аллаха, там очень много каких-то противоречий религиозных, но оно является мусульманским. В общем, большинство Турции это мусульмане, и в целом это мусульманское государство, и они сунниты, хоть и в большинстве своем там тоже какими-то отклонениями своими. И Турция является благом для мусульманина-сунита, чем хорошее с точки зрения шиизма Ирана. Это очень важно понимать. Поэтому, дорогие братья сунниты Азербайджана, подумайте об этом. А если говорить обратно об этой теме Лизагистана и так далее, мы сегодня, мы ведь не призываем никого к какой-то там борьбе, вооруженным конфликтам и так далее. И также не призываем ни в коем случае Лизгин к какому-либо там вооруженному восстанию против Азербайджана и так далее. Только диалог, мы говорим о диалоге, в целом говорим о недопустимости притеснения Лизгин по национальному там религиозному признаку. Просто о всех этих вещах можно о них рассуждать исторически, можно рассуждать религиозно и политически, и религиозно, и исторически. Когда мы об этом рассуждаем, может создаться впечатление, что мы там говорим, мы прям такие против Азербайджана и так далее. Нет, это не так. Даже этот шиитский Азербайджан сегодня вот с этим режимом алиевским, который нормальный человек не может в принципе воспринимать нормально, даже с ним можно и нужно иметь нормальные отношения, с ним не нужно воевать там. Нет, не нужно иметь нормальные отношения, но при этом интересы свои их нужно обозначать. Об этом нужно говорить. Так и строятся как бы диалоги дипломатии. Какие-то там, допустим, Курилы являются предметом спора между Японией и Российской Федерацией. Но они ведь не начинают из-за этого войну. При этом у них есть дипломатические отношения, они друг к другу там и на уровне власти, и на уровне просто людей, они приезжают друг к другу там, учатся друг у друга. Все у них нормально. Но вопрос Курил, он все равно принципиальный. Япония претендует на эти территории, говорит, что они ее, так как там исторически они принадлежали ей. Россия не приемлет эти притязания, говоря, что все, в результате Второй мировой войны мы эти земли захватили, они теперь наши. Но диалог об этом идет. Вот то же самое и в вопросах Кавказа, Азербайджана. Точно так же мы должны эти вопросы обозначать. Это не значит, что мы объявляем войну, мы враждуем, нет. В целом мы просто исторически обозначаем эти моменты. Религиозно мы тоже на них обращаем внимание. Несмотря на то, что мы можем иметь нормальные отношения, какие-то государственные и иные, но это не лишает нас каких-то идеологических противостояний. Мы же понимаем, что противостояние религиозное между шиитами и суннитами, оно присутствует и будет до судного дня. Соответственно, мы эти вещи тоже можем говорить. Но это не нужно интерпретировать какую-то там вот, а, ну все, они хотят там нас с нами воевать, а они вот нет. Мы просто эти моменты должны озвучивать и должны строить диалог с учетом всех этих моментов. Как их строит весь этот мир. Никто не отказывается от своих претензий, чтобы там иметь дипломатические отношения. Нет такого, понимаете? Япония не знает. Субтитры создавал DimaTorzok